Доброе утро, уважаемые трейдеры! Также рассчитывали на пробой важного уровня по нефти и дальнейший рост этого сырьевого актива. И нужно отметить, что именно так все и получилось. Мы могли видеть, как на протяжении всего вчерашнего дня и евро, и британская валюта показывали себя значительно лучше, нежели американский оппонент. По нефти ситуация развернулась несколько более интересно. Мы отмечали очень важный треугольник, который формировался на графике часовом и четырехчасовом по этому активу. И вот после пробоя верхней границы этого треугольника, и когда казалось, что уже цена может пойти дальше, произошел разворот и нефть оказалась даже ниже своего ключевого уровня. Таким уровнем является сейчас в данный момент отметка 55-60 за один баррель нефти. И, конечно, эта ситуация характеризуется как ложный пробой. Мы говорили о том, что в случае пробоя одной из границ этого треугольника нужно предпоставить стоп-лосс как раз сразу за эту границу. Поэтому в таком случае потери были бы небольшими. Но вот тот факт, что все-таки пробой вверх состоялся по нефти и затем цена откосила вниз, теперь дает нам новую пищу для размышлений. И теперь мы можем сделать выводы о том, что перевес покупателей в данный момент пока не так весом для того, чтобы нефть продолжила свой рост в перспективе ближайших дней. Более того, если мы чуть забежим вперед и обсудим то, каким было движение по нефти в ходе американской торговой сессии, то мы можем увидеть, что состоялся аналогичный ложный пробой, но уже вниз. Это все говорит о том, что сейчас повышенная напряженность и нет точного понимания, на какой стороне сейчас перевес покупателей или продавцов. Мы видим ложные пробои как в ту, так и в другую сторону. И, конечно же, это все делает дальнейшее развитие событий по нефти крайне интересных. Несколько позже сейчас мы обсудим также, что нас будет ожидать по нефти сегодня. Что касается евро, то здесь мы вновь вспоминаем про важный технический уровень. Это 1.0650. Он виден на четырехчасовом графике, он прекрасно виден и на часовом интервале. Поэтому, если мы, опять же, будем оценивать перспективы пары евро-доллар, то сейчас можно говорить о том, что пока евро-доллар выше этого уровня, 1.0650, у покупателей довольно неплохие перспективы. И вполне может пара протестировать с уровенью 1.07-1.0750 уже в ходе сегодняшней торговой сессии. Даже несмотря на то, что каких-то важных новостных событий сегодня не будет, вполне может схватить того фактора, что был пробит нисходящий канал. И это может стать отличным аргументом для того, чтобы увеличить свои объемы на покупку по паре евро-доллар. Но, опять же, здесь нужно учитывать те общие глобальные тенденции, о которых мы так много говорили в последнее время. Безусловно, тем решающим фактором, который сделает этот год сильным для доллара, будет, конечно же, политика ФРС. Если все пойдет так, как они запланировали в конце прошлого, начале текущего года, то, конечно, говорить о долгосрочном росте евро и британской валюты по отношению к доллару пока не приходится. Что касается британской валюты, фунт, о нем мы уже сказали несколько слов, но хотелось бы более подробно обсудить именно нюансы технического анализа. Опять же, если мы обратим внимание на четырехчасовой график, то увидим формирующийся нисходящий канал. И, что самое важное, сейчас пара находится рядом с верхней границей этого нисходящего канала, что является самым сильным сигналом, который только можно себе представить, если мы ориентируемся именно на графический анализ, на фигуру графического анализа и ключевые уровни поддержки и сопротивления. Опять же, мы упоминали уже на этой неделе, что новостной фон пока не насыщен, мы не видим каких-то значимых событий, которые могут именно масштабно повлиять на изменения трендов, лишь могут краткосрочно повлиять на какие-то импульсы и пробои. Если и происходит, то, опять же, это чаще всего ложные пробои в последнее время. Вот то, что мы видели вчера по нефти, опять же. Поэтому вполне сейчас актуально торговать именно на основе технического анализа. И в этой связи, опять же, продажа пары фунт-доллар может быть перспективной именно от этих значений. Напомню, сейчас пара тестирует нисходящий канал верхнюю его границу. Но, опять же, учитывая, что последние дни доллар несколько проседает по отношению к основным конкурентам, мы можем увидеть сегодня и закрепление выше этого уровня. И тогда уже нужно будет открывать сделку на покупку. Опять же, при этом на нашей стороне тот факт, что мы можем использовать довольно короткий стоп-лосс, тем самым снизив свои риски и рассчитывая на прибыли, которые в разы будут превышать наш стоп-лосс. Это что касается технического анализа. Да, несколько слов, пожалуй, стоит еще сказать о парах, о которых мы обычно говорим чуть меньше. Это японская иена и швейцарский франк. Вот очень важный момент и вывод, который можно сделать на основе последних недель. Если мы будем оценивать движение по парам фунт, точнее франк, доллар и доллар-иена, то увидим, что доллар теряет свои позиции по отношению к этим валютным парам, причем сильнее даже, чем по отношению к евро и британской валюте. Что это означает? Мы сейчас привыкли к тому, что ситуация на рынках относительно спокойная. Мы не видим высокой волатильности. Напомню, что и индекс волатильности находится на минимальных значениях. И, опять же, в целом все довольно позитивно. Каких-то призывов к продажам всего и в начале нового кризиса, вот то, что мы слышали на протяжении прошлого года, мы сейчас не слышим. Но вот есть несколько тенденций, которые нас могут заставить насторожиться. Прежде всего, это рост и увеличение объема покупок по японской валюте и шлейцарской. И, конечно же, в связке с этими валютами всегда идет золото. И мы можем также видеть, как золото сильно растет с начала текущего года. Это означает, что постепенно инвесторы все-таки пытаются увеличивать свою позицию в защитных активах. То есть, более рискованные активы, такие как американские акции, по-прежнему актуальны, по-прежнему привлекают своим потенциальным движением, которое мы можем увидеть в этом году. Но все-таки увеличивается совокупная позиция по защитным инструментам. Это означает, что не все так гладко и вполне в ближайшее время мы можем увидеть некоторые предпосылки для небольшого финансового коллапса. Время от времени у нас подстерегают резкие изменения конъюнктуры рынка. Мы можем наблюдать, как по индексу S&P 500 довольно часто происходят резкие импульсные снижения. И затем индекс восстанавливается вновь и даже обновляет свои исторические максимумы. Вы видели это несколько раз в последнее время. И тем не менее, вот эти факторы, рост золота, иены и швейцарской валюты, могут быть косвенным признаком того, что в скором времени мы можем увидеть некоторые сигналы, негативные для финансовых рынков общемировых. То есть негативные для глобальной картины мира. Отметим, что по иене сейчас на графике довольно реалистичной выглядит цель 112 иен за доллар. И мы видим разворот локальный вот именно с такой целью. То есть если сейчас мы рассматриваем пару доллар-иена на шорт, то целью является именно отметка 112 иен за доллар. Что касается золота, то важным уровнем по золоту является отметка 1245 долларов за тройскую унцию. Это зеркальный уровень. Долгое время актив оставался выше этой отметки и тестировал его в качестве уровня поддержки. Но вот сейчас подбирается к нему после своего сильного обвала в конце прошлого года. Теперь мы уже протестируем его снизу вверх в качестве уровня сопротивления. На этом техническая часть сегодня подходит к концу. Далее обсудим именно фундаментальные причины вчерашних движений. Напомню, доллар вчера снижался, несмотря на положительные цифры по объему строительства. Напомню, что вчера публиковались данные по объему, с данных эксплуатации новых домов, а также по числу выданных разрешений на строительство в будущем. То есть это несколько более долгосрочный фактор. То есть если мы видим, что количество новых разрешений на строительство увеличивается, это может означать, что в будущем экономика США будет расти. И чувствует себя довольно неплохо. То есть это такой опять же опережающий фактор. И вот несмотря на все это, конечно, новости не были сильно отличающимися от прогнозных значений. Поэтому и не было каких-то сильных движений. Но тем не менее можно было рассчитывать, особенно тем, кто торгует на основе фундаментальных, прежде всего, факторов, можно было рассчитывать на рост доллара после публикации этих событий. Но так не произошло. Опять же мы делаем вывод на основе этого, что технические факторы сейчас преобладают над фундаментальными. Потому что каких-то серьезных новостных движений, новостного фона мы не видим. Именно поэтому сегодняшний брифинг мы начали именно с технической части. Что касается данных по безработице, они также вчера были опубликованы именно в Соединенных Штатах Америки. Вышли несколько негативные цифры. И тем не менее, здесь стоит сделать важное отступление. Мы говорили о том, что может стать фактором для скорого, небольшого, может быть, мини-локального кризиса в Соединенных Штатах Америки. Либо какой-то более глобальной проблемой. И вот одним из таких факторов могут стать именно цифры по занятости. Время времени публикуются различные статьи, в том числе американских аналитиков, очень пессимистично настроенных. И на что они делают упор. То есть почему они видят проблему там, где, казалось бы, сейчас ее никто не видит. Потому что, опять же, мы видим, как растет американский фондовый рынок. Как рос доллар на протяжении последних недель. Но тем не менее, на что они советуют обратить внимание. Прежде всего, на новую методику расчетов данных по безработице и по инфляции в том числе. Напомню, что не так давно американский регулятор, тот, кто подсчитывает и предоставляет информацию по безработице, несколько изменил методику своих расчетов. И вот если бы считали так же, как раньше, вот именно на это делают акцент аналитики, о которых я говорил, то мы бы видели совсем другие цифры по безработице. И они были бы гораздо более негативными для американской экономики в целом. И делая вывод из этого, опять же, можно было бы рассуждать о более низких уровнях по американскому доллару по отношению ко всем основным валютам. И золото бы, опять же, стоило бы гораздо дороже в таком случае. Что касается занятости, да, и еще тех проблем, которые могут сопровождать именно этот показатель, этот фактор, то отметим такой момент. В последнее время мы видели очень много новостей от американских крупных корпораций, которые заявляли о том, что они снижают свои операционные издержки и попросту увольняют сотрудников, заменяя их либо автоматизированным трудом, либо просто оптимизируя свои внутренние процессы таким образом, чтобы требовалось меньшее количество квалифицированных работников. И вот сейчас многое, опять же, говорится о том, что в прошлом году те позитивные данные по занятости в США были вызваны именно тем, что вот эти высококвалифицированные рабочие места были заменены работниками низкой квалификации. То есть можно привести простой пример, когда, скажем, General Motors увольняет несколько тысяч сотрудников в течение прошлого года, но в это же время, скажем, растущая сеть Starbucks, например, кофейная, нанимает ту же самую тысячу или две официантов, либо работников в свои заведения. То есть мы видим, как налицо происходит замена работников высокой квалификации менее квалифицированными кадрами. Вот это опять же может в перспективе этого либо следующего года негативно сказаться на американской экономике в целом, потому что тот рост в сегменте работников низкой квалификации может оказаться попросту пузырем. Аналогом того, что мы видели в 2008 году, но только тогда все-таки этот финансовый пузырь формировался на рынке недвижимости. И, кстати, важный момент. Цены на жилье в США, и это также является одним из аргументов американских пессимистов, сейчас находятся на очень высоком уровне, цены даже выше, чем в тех же 2008-2009 годах, когда вот предкризисных годах можно так их обозначить. Вчера мы видели еще выступление главы резервного банка Атланты Дениса Лохарта. И вот он был довольно оптимистичен, говорил о том, что цели по инфляции, по занятости близки, близки как никогда для американского регулятора, поэтому он не видит каких-то серьезных проблем в экономике. Более того, предполагаемое повышение ставки уже в марте вполне может состояться, и это опять же окажет позитивное влияние на американский рынок в целом. И, в общем, ничего нового мы в этом отношении не услышали. В общем, по-прежнему довольно оптимистичные заявления. И, опять же, можно отметить некое изменение риторики представителей резервного банка в Соединенных Штатах. Если в прошлом году мы слышали более аккуратные и осторожные заявления о том, что данные пока противоречивы, то есть еще к чему стремиться, то сейчас оптимизм просто зашкаливает в сравнении с прошлогодними заявлениями. И, опять же, это некий сигнал для того, что, может быть, все не так хорошо, как кажется, и как нам заявляют представители регулятора американского. Что касается сегодняшних новостей, то мы увидим прежде всего объем различных продаж по Великобритании. Это очень важная цифра. Учитывая, что в январе мы видели крайне плохие данные по продажам в Великобритании, они были худшими с 2014 года. Если мы оцениваем тенденцию от месяца к месяцу, то данные за январь были худшими, начиная с начала 2014 года. И в связи с этим есть некая интрига, что мы увидим сегодня. Если данные вновь будут плохими, то та тенденция по укреплению британской валюты, которая наметилась в последние дни, может быть сломлена просто в один момент. Поэтому все внимание к этому событию, оно состоится в 12.30 по московскому времени в ходе сегодняшней торговой сессии. Еще один важный момент, важное событие, которое нас ожидает, это число буровых установок. Вот агентство Baker Hughes. Эта уже новость имеет прямое отношение к котировкам на нефть. Вот каждую пятницу мы видим изменение числа буровых установок. И здесь тоже один очень важный, хотелось бы сделать вывод, момент. В чем он заключается? Обычно мы привыкли считать, что если число буровых увеличивается, значит нефть нужно продавать. То есть будет предложение превышать спрос, и поэтому мы рассчитываем на снижение нефти. Но вот такой момент, учитывая, что нефть сейчас находится в условиях боковой консолидации, когда неопределенность преобладает по отношению именно к черному золоту и его котировкам. Увеличение буровых может означать то, что американские нефтедобытчики знают что-то больше, чем все остальные, и рассчитывают на дальнейший рост нефти, и поэтому увеличивают количество буровых установок. То есть в надежде на то, что нефть будет расти и дальше, и тем самым они смогут окупить те вложения, которые они делают на открытие новой буровой установки, либо на запуск той, которая была законсервирована ранее. Потому что мы знаем, что большое количество буровых находилось не в рабочем состоянии, попросту заморожены были некоторые проекты по нефтедобыче, особенно сланцевой нефти. И поэтому это может стать сигналом именно для дальнейшего роста нефти, так как мы знаем, что нефтедобычники американские всегда находятся в тесных связях с Wall Street, консультируются у серьезных, авторитетных инвестиционных компаний по поводу своей деятельности. Поэтому просто так открывать новые буровые они не будут. То есть опять же, очень советуем обратить внимание на сегодняшние цифры по этому показателю. На этом, пожалуй, на сегодня все. Желаем вам успехов в торговле в последний день этой недели. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok